Азербайджан Она всегда в Азербайджан Она удивительно хороша земля Азербайджана И золотую осеннюю гору Гостеприимно и ласково встречает она мудрых тружеников Что подобно земледельцу возделывают миву литературную Чтобы сообща получить на ней добрые сходы Сегодня многонациональная советская литература Говорит на 77 языках нации и народности нашей страны И все же это один язык, язык русских Это высокое чувство и собрало в баку участников Всесоюзной творческой конференции писателя Сказал первый секретарь Союза писателей СССР Герой социалистического труда Георгий Марк Наша Всесоюзная творческая конференция писателей Открывается в знаменательные дни подготовки 26 съезда Коммунистической партии Советского Союза Для нас, советских писателей Этот период важен еще и тем Что мы отмечая съезд Готовимся также к проведению 7 съезда писателей СССР За годы отделяющие нас от 6 съезда писателей СССР Наше продвижение вперед по пути освоения новых пластов жизни По пути роста писательского мастерства Несомненно 26 съезд КПСС Мы встречаем как единый монолитный отряд Партийных коммунистических писателей Для которых самая высокая честь Быть под знаменами родной партии И бороться под ее руководством За торжество наших коммунистических идеалов С огромным воодушевлением встретили собравшиеся Приветствия Леонида Ильича Брежнева Участникам конференции Которую огласил кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Товарищ Алиев Служение великим идеалам Которые всегда вдохновляли советских людей Которые на доблестный труд и ратный подвиг Говорится в приветствии Являются душой нашей художественной литературы Источником ее патриотического и национального содержания Послание Леонида Ильича Вновь и вновь свидетельствует о том Какое огромное значение придает коммунистическая партия Роли мастеров художественного слова В всей творческой интеллигенции В великом коммунистическом созидании В благородной борьбе за светлое будущее всего человечества Значение конференции в общественно-политической и культурной жизни нашей страны Определяет ее тема Дружба народов, дружба литератур Будучи литературой нового типа Советская литература при всем индивидуальном различии И национальная неповторимость ее творения Выражает интернациональный характер В братство советских литератур и самих читателей И прекрасный тому пример нынешней конференции Собравшие на зарпаджанской земле литераторов Из всех братских союзных республик Их привело сюда стремление в творческом биологии Найти пути и художественные средства воздействия Влияние на душу и сердце человека сегодня Векову зрелого социализма Ваш долг, как требует партия, торгаться в практическую жизнь Помочь народу понять смысл этой жизни И направление ее течения Помочь делать эту жизнь лучше, правильнее, светлее Богаче не только материально, но и духовно Ленинские истоки современной художественной политики партии Неразрывная связь с народой и творческой интеллигенцией Нашли яркое отражение в глубоком, проблемном докладе Ейдара Лича Алиева О высокой ответственной миссии литераторов Утверждать вдохновенным словом величие наших дел Шел взволнованный деловой разговор И не только в зале, в трибуны, в кулуарах конференции Писатель и жизнь Поиск героя Место литератора в рабочем строю Эти вопросы одинаково волновали и тех, кто пишет книги И тех, кому они адресованы Выливались в острый, обоюдо заинтересованный диалог писателей и читателей Трудно, пожалуй, найти сегодня человека, который не слышал бы о легендарном городе Наслаев Здесь, среди бушующих волн Каспия, работают люди, чьи труд, как сказал Леонид Ильич Брежнев, больше, чем героизм И один из героев, буровой мастер, лауреат премии Ленинского комсомола Переду не делились, чем-то особенный привлек тюменского писателя Константина Лагунова Автора романа о нефтяниках-швидеях И поэтому для нас, писателя, нет более ответственной, что ли, более важной и почетной задачи Чем рассказать людям о человеке труда Показать его внутренний мир, духовный мир Показать этого человека таким, как уходил Все равно мы в долгу, все равно в жизни вы оказываетесь лучше, чем в наших книгах Да, да, вот это правда И хоть мы стараемся, как говорят, из последних сил сделать такого героя Чтобы он был, ну, настоящим положительным героем нашего времени К сожалению, у нас это пока еще не получается Я считаю, что этот труд писателя, он легче, чем труд нефтяника Я считаю, что труд писателя и труд нефтяника, особенно геолога, во многом одинаково Потому что что делает геолог? Геолог ищет, что делает писатель? Писатель всю жизнь ищет Ищет героев, ищет характер, ищет сюжеты Разбирается в основном Что делает нефтяник? Гурит, пробивается в глубину, доходит до пласта Что делает писатель? То же самое Старается дойти до души человека, понимаете? Дойти до основы его, так сказать, понять эту основу Бережное передали нам века бесценное стафету дружбы И вот обрели уже общий дом Низами и Пушкин В Кировобаде, на родине великого азербайджанского поэта Открылась библиотека, где собраны произведения двух корифей с поэзией Вечно жива поэзия классиков, певцов нашей дружбы И вечно жива эта память Дань любви и признания Низами Богиху Мурасану И совсем как в старину на импровизированных меджлисах Рождались стихи, поэты состязались в экспромтех В дни, когда участники и гости конференции знакомились с республикой Они вновь и вновь убеждались в какой-то прекрасный, вдохновляющий материал для новых произведений Наша советская действительность Эти маршруты братства Яркое доказательство актуальности творческого разговора на конференции Любви и популярности писателей Утверждающих в своих книгах великую правду нашего времени Советская литература играет важную роль в развитии литератур стран социализма Укрепление нашего содружества Эта мысль красной нитью проходила во всех выступлениях зарубежных писателей Говорит гость конференции афганский поэт Гулям Дастагир Здесь в Азербайджане, гордясь его успехами, я невольно думаю, пройдут годы И с помощью советских друзей народ Афганистана построит счастливую жизнь И в этом строительстве нового общества важное место принадлежит литературе Слово писателя, настоящего художника, всегда обращено в будущее, в молодежи И находит самый горячий отклик в сердцах юных слушателей Интересно было узнать, что думают они с писателями, какой видят нашу молодежь Отвечает поэт Расул Дамзатов Молодость всегда была красотой века, планеты и земли Девушки должны быть, по-моему, очень красивые А юноши должны быть очень храбрые и смелые Молодежь эта миссия выполняет отлично Они не подражатели, а продолжатели своих отцов Пусть молодежь будет поэтичнее И зацивее